привет друзья сегодня мной с вами канал я и мой хвост я его автор ведущий олег сегодня будет немножко у нас повтор предыдущей темы по поводу форминатора но здесь я немножко в отличие от предыдущей темы о рассказе у форминаторов затрону такой момент о выборе самого форминатора ну и соответственно сейчас у нас период леньки идет у наших собак и многие еще не знают наши новые подписчики наши новые зрители о том чем лучше вычесывать собаку какие предметы именно реквизита есть для этой процедуры и так ну вот самый простой способ вычесывания это вот такая вот пуходерки да вот такие пуходерки вообще никогда не покупайте с деревянными ручками с тоненькими накладочками щеточками пусть вас не привлекает такой красивый так сказать внешний вид вот это все разлетается на один раз поближе поднесу что все было вот 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 дальше подойду поближе сейчас для того чтобы показать смотрите ситуация какая предыдущей передаче я показывал вам такой форминатор это то что от него осталось значит оказался он не сильно крепким вот сейчас вы видите фотографию этого форминатора и на китайском сайте алиэкспресс я выписал вот такой вот форминатор отличие значит заключается в чем в том что здесь вот цельная металлическая пластина да а здесь вот представьте себе рогатку да и вот вот эта штука вот так вот вот держалась со временем вот эти вот держатели они пластмассовые они отвалились сломались и соответственно как бы осталось только вот это вот металлическая деталь которая сама расчесывая которые сама вычесывая и так то есть вот смотрите это было так тут можно было перевернуть и расчесывать именно расчесочка здесь была а потом переменуть на металлический гребень который является вот видел амели вот таких приставлен то есть это видит металлическая пластина который сделаны специальные проточки которые именно выбирают омертвейший омертвейший подшерсток именно чем собственно говоря и хорош фурминатор то есть после того как вы поработаете пуходеркой наберете кучу шерсти там значит у собаки вы пройдетесь еще раз фурминатором фурминатора специальный такой расческой я не буду говорить фурминатор потому что фурминатор это бренд компании который разработал именно этот вид расчески все остальное как бы я назвал бы просто обыкновенные расчески под подделки под фурминатор скажем так чем он хорош тем что он после того как обыкновенный скажем вы пуходеркой поработаете вы еще наберете сейчас я вам это продемонстрирую мы как раз у нас такой момент настал с акбаром что его нужно вычесывать я тут дня 23 тянул для того чтобы как бы снять видеоролик мне супруга говорит с него сыпется давай уже но я все-таки решил вам продемонстрировать что же сейчас я вытешу с этого с моего кобеля после того как причем я его уже пуходеркой прошелся ну и буду показывать вам потому что тем более это все было убрано сейчас мы будем вычесывать его фурминатором сразу хочу сказать что фурминаторы подходит не для всех видов собак то есть есть собаки у которых нету пошел когда например пудель пуделю по не подойдет фурминатор потому что подшерстка нет у него обыкновенный волос ну еще там ряд пород собак есть посмотрите в интернете которые как бы нельзя вычесывать фурминатор именно из-за строения их 6 и подшерстка но немецкая овчарка там короткошерстные длинношерстные собаки они все их все можно вычесывать фурминатором единственно длинношерстные собак нужно чтобы не было колтунов предварительно их нужно расчесать то есть вот именно в этом виде фурминатора присутствовала расчесочка такая которая сначала расчесываешь потом мы работаем фурминатором но я думаю что можно расчесать и другой расческой что все-таки совмещать лучше пусть это будет специализированный предмет именно для обык убирания обмертвежьего парк подшерстка и причем чем он еще хорошего остов волос которые именно волосы не подшерсток он не затрагивает но только если они уже сами там не готовы к тому чтобы выпасть ну итак поехали сразу хочу сказать еще такой один момент что я собаку чешу достаточно сильно то есть я не глажу ее этим фурминатором да то есть я беру и именно начинаю чесать но у меня школа такая что как бы я работал в цирке и чесал медведи поэтому там уже дело привычки скажем так и собака у меня привыкшая к этому я ее приучил так поехали ну как всегда когда вы только что начинаете знакомить животное я сразу же хочу сказать первым делом и даем огнюхивать предмет то есть собака живет носом и для того чтобы не было никаких у нее негативных воспоминаний об этом мы все сводим к тому что это вкусно хорошо прикольно и самое главное собака перестает бояться предмет после того как она его огню естественно если вы только начинаете работать фурминатором то нужно расчесывать нежно аккуратно и так далее начинать нужно вычесывать именно всегда с шеи потому что если вы начинаете вычесывать заднюю часть у собаки сразу же то здесь и она еще не знакома с этим предметом то у всех хищников они всегда берегу спину поэтому начесать начинать нужно учёсывать заднюю часть у собаки а и 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 в конце уже когда процедура у вас закончена вот здесь вам поможет пуходерка для того чтобы собрать все что находится на поверхности у собаки то есть мы с вами прочесали его и вот именно пуходерку я использую уже только для того чтобы собрать вот эту всю вычесанную и оставшуюся и оставшуюся на поверхности вот она видите сколько собирается всего молодец хорошо умница моя красавица моя хороший мальчик не забываем собаку подбадривать всегда говорить говорить о том что он молодец что он зайка и моя зайка щепотка боится зайка у нас щепотки боится стой молодец умница агварчик умница красавица вот ты у нас красивый самый стал самый лучший шерсть у собаки сразу же знаете преображается просто преображается на глазах все молодец иди на место иди ну и теперь посмотрите на то количество шерсти который я собрал сейчас я вам все это вот она вы посредством посредством пуходерки вот такой никогда в жизни не заберете не выберите у животного не выберите столько шерсти то есть видите для поддержания чистоты в вашем доме для того чтобы волосы у вас не витали особенно в период линьки по всей квартире вот без этого предмета из этого предмета я думаю что вам точно не обойтись особенно если у вас какая-то такая волосатая порода собак и если вы подходите к процессу выбора этого предмета понимаете но естественно что есть фирменный предмет под названием фурминатор да это немецкая фирма изготовитель ну и китайцы собственно говоря тоже делают неплохой продукт который по своему строению содержанию напоминает этот же самый фурминатор ненамного он хуже но в ценовой политике он раз в пять в шесть наверное дешевле если будет у вас выбор именно не фирменного фурминатор до который отри отвечает всем требованиям качественным стандартам сделал соответственно и стали там и так далее то есть ручка пластик там резинка все это естественно это лучше гораздо но если вы будете приобретать где-то на китайском сайте зоомагазине где-то то выбор вам лучше сделать в сторону именно специализированного где не будет там куча миллион насадок всевозможных расчесок и так далее а именно в вот такая вот ручка именно обратите внимание пластина металлическая до специализированный именно вот такую вот щетка для я бы сказал бы для снятия омертвевшего подшерстка у собаки итак друзья с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег заслужите доверие заслужить уважение и у вас все получится спасибо а и Субтитры создавал DimaTorzok